Дефицит бюджета Запорожской области в 2014 году может превысить 100 миллионов гривен. Это связано с тем, что в регионе увеличилось количество стратегических социальных объектов, для реконструкции которых необходимо дополнительное финансирование. Только на перинатальный центр и центр экстренной медпомощи необходимо более 60 миллионов. Как местная власть намерена решать данную проблему? В репортаже Наталья Зайченко. Прошлый год по выполнению финансового плана области выдался непростым. По расчетам Минфина прогнозируемый объем доходов на 2013-й необходимо было увеличить почти на 14%, что, по мнению экономистов, заведомо нереально. Так и вышло. Местные бюджеты не удалось выполнить в шести районах области. Но, несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, полностью выплачена заработная плата бюджетникам и надбавки медработникам экстренной помощи. Увеличены соцвыплаты. После получения на единственный казначейский рахунок российского кредита за четыре дни в конце года, это с 25 по 30 грудня, проведено платежи на 532 миллиона гривен. Одну минутку. Вдумайтесь, только по Запорожской области дырка была в полмиллиарда. И если бы не было этих 15 миллиардов, эти полмиллиарда бы конвертировались во что? В то, что сотни тысяч людей не получили заработной платы, пенсии и социальных доплат. Это к разговору, что значит для Украины 15 миллиардов. Сейчас в области готовятся к утверждению бюджета на 2014 год. По предварительным подсчетам его дефицит составит 103 миллиона. Как решать эту проблему в облгосадминистрации знают, подчеркнул ее председатель Александр Пиклушенко. Во-первых, в области должны увеличиться темпы промышленного производства, а значит и поступление в бюджет. Вопрос дефицита бюджета обсуждался и на государственном уровне. Решение найдено. У меня состоялся продолжительный обстоятельный разговор с первым вице-премьером Арбузовым Сергеем Геннадьевичем в субботу. Я ему высказал все свои опасения, получил от него заверение в части того, что Запорожская область будет поддержана по линии объектов соцэконом-розвитку. К слову об объектах, строительных площадок и работ по реконструкции в Запорожской области развернулось немало. В перечне объектов с высоким уровнем готовности – вторая очередь перинатального центра, областной противотуберкулезный диспансер, хирургический корпус и пищеблок областной клинической больницы – поликлиника Акимовской ЦРБ. Приоритет, как и прежде, обл. администрации отдают социально значимым объектам здравоохранения, образования и культуры. Кроме этого, начнутся работы по реконструкции поликлиники «Онкодиспансера» в областном центре соцреабилитации детей-инвалидов, объектах водоснабжения и газификации в населённых пунктах региона. А в конце весны-начале лета, благодаря договорённостям Александра Пиклушенко с руководителем нацпроекта, ожидается поставка современного оборудования для центра экстренной медпомощи на сумму 12 миллионов гривен.